физкульт привет друзья на связи мускул шоп я сергей и тема этого ролика какая беговая дорожка лучше механическая магнитная или электрическая чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать в чем разница итак начнем первая дорожка это механическая она соответственно не имеет никаких регулировок угла наклона не имеет в основном датчиков пульса узкое полотно максимум 40 сантиметров относительно не длинная тоже до 120 максимум 125 мне попадались дорожки сантиметров длина полотна то есть она не позволяет бегать с большой скоростью там свыше 12 километров в час естественно нет никаких регулировок нагрузок нет электромотора поэтому она не пользуется популярностью следующий тип беговой дорожки это магнитная беговая дорожка по сути это тоже механическая беговая только с небольшими изменениями там уже стоит тяжелый маховик стальной который имеет небольшую инерцию чуть лучше плавность хода в этих моделях и есть возможность регулировки нагрузки потому как стоит пластина с магнитами которая ближе дальше от этого маховика располагается за счет регулятора нагрузки вы переключаете соответственно эти меняете нагрузку но угол наклона зачастую тоже не изменяется и соответственно бегать на ней не так удобно потому что нет электромотора вам приходится расталкивать беговую дорожку силой своих ног держаться за поручни расталкивать это не совсем комфортно не совсем удобно и еще один нюанс есть как бы небольшой минус этих моделей как механической так и магнитных это отсутствие хорошей системы амортизации то есть если на электрических моделях которые ну там подороже вот 15 тысяч и выше там уже есть модели с хорошей амортизации можно найти то механикой магниты этим не славятся и там совсем как бы все плохо с системой амортизации соответственно это все будет сказываться на ваших коленях и тазобедренном суставе поэтому тоже не рекомендую магнитную дорожку и последний тип дорожек это электрические то есть электрические как раз вы можете рассматривать для ходьбы для бега для интенсивных тренировок потому как в них присутствуют во первых хорошая система амортизации есть регулировка угла наклона полотна и там уже довольно обширный диапазон габаритов бегового полотна самого как такового то есть и ширина есть от 40 сантиметров и до 60 сантиметров что вполне достаточно там для человека ростом до вплоть до двух метров и длина бегового полотна тоже начиная от 120 и там есть до 150 сантиметров уже по профессиональной модели поэтому если вы хотите заниматься с комфортом с хорошей системы амортизации со всеми регулировками угла наклона с датчиками пульса и вообще ну бегать как вы бегаете вот в парке к примеру либо ходить просто не держать за поручни и не опасаясь что вы там соскочитесь с нее там либо упадете вот лучше все-таки рассматривать электрические беговые дорожки хотя они конечно по ценовому сегменту они выше они стартуют от где-то вот 10 тысяч ну таки более-менее ну хотя бы на 100 килограмм если брать пользователя и дальше по цене все модели можно посмотреть если вы определились либо не определились можете задать вопрос в комментарии тоже помогу по отвечу либо задать вопрос на сайте у нас можете зайти на сайт посмотреть в описаниях нужную модель если не знаете конечно звоните поможем с выбором все модели будут в ней внизу по ссылке к описанию под этим видео также пользуйтесь промокодом который будет вот где-то здесь и хотел бы обратить внимание что у нас добавилось на сайте спортивное питание если вы занимаетесь спортом то вам это просто необходимо все есть на сайте ссылочка тоже будет внизу на этом видео считаю оконченным все рассказал что знал об этих позициях до новых встреч увидимся пока пока